Продолжаем движение по нижней сетке. У нас Xtremum и Nemiga на очереди. Xtremum вчера играли с Na'Vi, насколько я помню. Проиграли. Да, проиграли. У нас Last'а сменяет Force. Теперь он будет душить, рассказывать всякие кулстори. Начинаем. Ты ждешь от меня ту самую кулстори, которая на мейнкасте сегодня? Да, я жду ответа, почему вы с Лексом. Наверное, с Лексом вас надо спросить. Мы жили там в домике. Затрагивали наши коллеги тему квалификации на бостонский мажор, которые были недалеко от Москвы. Ты там был? Я, наверное, нашим зрителям расскажу. Это проходило в туристическом каком-то городке. Это гольф-клуб? Ну да, зимой там люди на лыжах катаются, а летом в гольф играют. Такой сарачан, такой курорт. Ну да, ты вот взял и рекламу дал. Ну ладно. Я сейчас исправлюсь. Еда была шикарная, на самом деле. Короче, у меня... Сейчас, ты продолжишь. У меня просто в комнате на втором этаже не работала батарея в мороз. А в последний день просто в ванной не было света. Ну и там вообще ни окон, ни дверей. Там было темно. Я как-то включил какой-то фонарик на телефоне. Куда ты его убрал, чтобы он хотя бы, знаешь, этот... Хотя бы один фотон у меня вот так вот скакал по душевой. Да, у меня такая же, кстати, была тема. Короче, мы жили в этом загородном домике втроем. Я, Егор и Лекс. Вот. Лекс с Жотмом, с Егором, они на первом этаже спали. А я спал на втором. Вот. Нигде не было отопления, насколько я помню, у нас тоже в нашем домике. Вот. И там, да, Егор, правда, без одежды спал и все такое. Но он всегда так делает. Не знаю... Там же было очень холодно. Как будто это сюрприз для кого-то. Там же было очень холодно. Ну, там в одеялах спал. Или у них было отопление на первом этаже. Я не помню. Я просто помню, что я спал там в двух штанах, в трех свитерах. И нормально, кстати. Ну, не заболел даже ни разу. Вот. И да, мы были... Там у нас была сауна в этом домике. Там она не во всех была. И мы ходили, значит, в эту сауну пару раз и слушали подкаст Версуты. Вот. Подкаст? Ну, да. Ну, в общем, Версута вел же свой... И он до сих пор там ведет свой YouTube-канал. Но это же можно, наверное, назвать как подкаст, где он просто включает камеру. Он садится перед камерой и выдает свои мысли на какую-то тему. Он отжимался еще потом? Нет, он там не отжимался. Я не помню. Что-то там он... Какую-то... Какую-то там он... Я не помню. Короче, он чем-то был недоволен. Он всегда так очень интересно рассказывает, когда он чем-то недоволен. И мы, сидя в сауне, вот слушали. Мы поставили планшет за стеклянную дверь. Там было сауну? Да. Так, можно на секунду я вклинить? А к чему мы это вообще все? Cool story. Так, cool story, да. Меня попро... Ну, как... Коллеги ждут ответочку. Понял. Просто у меня была другая история. Это то, что сверху жил Lost, который подсел на рэп-баттлы и слушал один тони 10 раз подряд. И за дверью с другой стороны был ПГГ. Я так понимаю, у тебя проживание было труднее, чем у меня. Да. Потому что как раз Lost переезжал у него. Типа работники стырили нижнее белье, и мало ли его ему подвозили. Да, да, да. У Lost, короче, потерялись все трусы при переезде, и он попросил меня привезти ему трусы. Я привез ему трусы, такие, ну, формата семейники. Ну, стандартные, да. На что он сказал мне на следующий день, Вован, извини меня, конечно, но твои вкусы слишком специфичны, я тебе их верну. Я говорю, спасибо, не надо. А еще через день он сказал, Вован, мне понравилось, я оставлю себе. Это правдивая история. Все так и было. Да, на самом деле очень весело. Не очень весело было там в какие-то моменты, но в целом было неплохо. Там было много? Да нет, по-моему, было отлично. Интересная история. Там была отличная еда, но она была один раз в день. Да, да, да. И это ничто не окупает. Там, скорее всего, как бы основная сложность была в том, что ты не успевал нигде. То есть тебе, например, в 4 часа дня ты начинаешь работать и заканчиваешь в 4 часа ночи. Когда в 2 часа. И там настолько большая плотность матча была, что ты не успевал что-то сделать, буквально 10 минут. И расстояния же большие. То есть у нас же студия была построена в актовом зале как-то. В коттеджек, в каком-то актовом зале. Там код был какой-то. Да, все остальное было совершенно в других местах. И для того, если ты хочешь покушать, то тебе надо выйти, одеться, потому что зима. Там добежать, раздеться, помыть руки, поесть и все это повторить. Потому что именно нужно еще обратно было идти. Да, что-то такое было. Ну, короче. А так было вообще отлично. Не знаю, что люди жалуются. Есть что вспомнить, скажем так. И потом человек, который это придумал, сделал Майнкаст. Я не уверен, что это он придумал, на самом деле. Мне кажется, человек, который это придумал, остался где-то в Рухабе. Надеюсь, что нет. Я все время думаю, что это они. Ну, там было, да. Там были, конечно, такой интересный был экспириенс. Я еще помню, как Вилат звонил в Дмитров. Это же между Дмитровым и Москвой. И варианта было два. Либо из Дмитрова что-то заказывать, но там поближе. Либо из Москвы. А еды не было. Ну, как бы кормят, там работает вот эта вот еда два раза в день. То есть у тех, кто работает по 12 часов, фактически один раз они могут поесть. Не очень нормальный. Надо было что-то заказать. Сделали огромный заказ всяких пицц там и так далее. Ну, чтобы просто привезли людям. Конечно, питаться этим было, ну, фастфудом такое себе. Но это лучше. Но в качестве исключения можно. Это лучше, чем ничего, да. И сделали огромный заказ. И пиццерист сказал, что у вас такой большой заказ, что нам нужна, ну, типа предоплата или что-то. Ну, какая-то гарантия, что мы вот вам все это привезем и не этот. Вот, вы можете, говорит, как же он там, вы можете, типа, перевести через Сбербанк онлайн? Не знаю, что Вела тарал в трубку. Я с Украины, я не знаю, что такое Сбербанк онлайн. Но в итоге как-то они смогли договориться, там, пообещать кому-то. И все остались довольны. Мы с пиццей, пицца с деньгами. Вела без денег и без пиццы. Кстати говоря, он реально на свои заказывал. Ну да. И спасибо большое ему за то, что не дал умереть с голоду тогда. Ну и, кстати говоря, для него это было, наверное, самое тяжелое условие, потому что он еще и спал в комнате, в которой кто-то орущий комментировал, я точно помню. А он спал над этим. Возможно, мы там. И у нас было что-то такое. А, там же некоторые студии были построены в жилых домах. Да, да, да. Я просто помню, что в какой-то момент он, отработав там всю ночь... А там еще турнир ПКС какой-то параллельный. Он вышел и сказал, что как он нас ненавидит и что спать он не может. Ну да. Не знаю насчет КСа. У нас тут матч начался. Да. А вот нам режиссер подсказывал, что ESL Brazil шел. Ну вот. И там тоже, что там какой-то КС был. Да, да, да. Там еще Мэг сознание теряло из-за того, что воздуха не хватало. Кто терял сознание? Мэг. А, Мэг. Боже. А что? То есть там не только еду два раза в день давали, но и воздух. Это какой-то Марс мейджор получается. Что с воздухом не так было? Да и кто помнит. То есть все просто сидят, не трогают. Типа у нас вот условно... Представь, вот мы здесь, вот здесь была студия. И вот где-то вот там... А, что-то я помню такое. Да, 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 да. И у них там в какое-то время все переполошились, что-то стали бегать. Мы типа аналитику довели. Видимо спрашиваем. А там говорят все, типа минус один. Стали что-то поварать все. Ну, все хорошо закончилось в этом плане. Да, больше она в руках не работает. Так. Экстремум и Немига. Драфты на ваших экранах. Марс, Фея. Сразу комбинацию видим, которую ни разу возможно и не реализуют, глядя на уровень игры команд в нижней сетке. С одной стороны. А с другой стороны нича, которая тоже не побеждает. И... Можно, кстати, статистику по нича? Всего-всего только что два раза победила. Нет, по-моему, нича это очень хороший на четверку герой. Еще на мажоре же его там начали спамить и... Нет, у него глобальный линдрейт и на мажоре. Типа и здесь. Самый был высокий. Шестерки. Но вот здесь... Это... All Region Stats. Человек, который... На этих квалификациях. То есть это Южная Америка и СНГ. Человек, который семерку в конце нарисовал, испортил всю... Ну, нужно было шесть в периоде поставить. Да. По факту. Шесть и шесть в скобочке. Было бы вообще классно. Так вот. Я про то, что нича это в целом неплохо. Просто потому что, ну, если ты знаешь, что с ней делать, она довольно крепко развалит. То есть мы знаем, что вот сегодня два раза победила. Вчера там против нее проиграла. То есть по-разному. Ты, кстати, анализировал вчера ту карту, где была нича. Да. И рассказывал эту историю про то, что ты на начале. Типа хороша, вот тебе хороша. Посередине так себе. Так практически про всех героев можно сказать. Какие-то герои хороши в начале, какие-то герои хороши в середине. Но, как правило, все из них супер хороши в лейте, и там начинается вот эта какая-то непонятная катавасия, когда там, ну, ты... Ну, грубо говоря, очень сложно оценить, например, драфты на 30-х уровнях. Когда у тебя есть... Ну, там, кроме каких-то совсем уж очевидных, да, там, когда у кого-то Void и Enigma, а у кого-то хардовый инча, вот как раз там, да, и там, кэрри и виномантер, допустим. То есть там более-менее такие адекватные, как бы, драфты, если взять, очень тяжело порой оценить. И как раз вот доту к такому и привели. Что правильно. Что если ты, как бы, сильная команда, умей свой пиксилы реализовывать нормально, набрал что-то такое, что раскрывается в мидгейме, не залий слишком сильно лайны, нажми пару смоков, камбэкни там где-то в каких-то тимфайтах, снеси вышки, захвати преимущество, забери Рошана, выиграй игру до 90-й минуты. Дотянул до 90-й, ну, тебя может обыграть там стак какой-нибудь из пайберов. Просто потому, что там... Потому что там меню русло, взорвал тебе трон. Да-да-да, там где-то там руна двойного урона прокнула, какая-то нейтральная шмотка из там вот этого последнего тира им выпала хорошая, а тебе выпала какая-то плохая. Вот, она не очень хорошо стакается с твоими героями, и все, и ты проиграл. И ничего не сделает. Вот. А тут у нас, собственно, еще... Ну, Экстремму, кстати, круто закрывают. Экстремму закрывают круто, а вот Немигу вообще не здорово. То есть у них третьим пиком, вот когда они видят Инчу и Тимбера, появляется Лассиллер, что в целом выглядит как будто бы это хорошо, появляется Разор. И ты закрепляешь совершенно бесполезно в данной ситуации с саппортом, который тебя не бустит почти нигде, потому что раскаст всем и так, вроде как маны хватает, и сама нам много чего не дает. То есть у тебя по итогу просто выпадает один персонаж, которым надо много было бы делать. Я так понимаю, идея в том, чтобы крипа Инчи там приморозить? Возможно, да. Но, мне кажется, это не поможет. А, кстати, погодите, пока у нас это... Пока у нас... Я же должен был как раз перед этой аналитикой, я забыл совсем... Да, ты можешь сказать, что на втором канале сейчас будет играть Гамбит. На втором канале будут играть Гамбит, а у меня тут я как-то на рынке достаю свои вещи. Короче, конкурс кричалок. У Гамбит все еще нет своей кричалки. Пишите в чат кричалки. Лучшие пять получат призы. Во-первых, вот этот браслет шикарный, просто лучший. Это резинка Мачете. У нее 9999 применений. Вот. Возможно, я оставлю себе, во-вторых, фотографию с кайсерами. А что может быть лучше, чем кайсер и Гамбит? Возможно, ничего. Возможно, только дота состав. Но нет. И самый главный приз — это джерси с Гамбит и лиги ставок нашего партнера и партнера Гамбит. Вот такую шикарную. Она, кстати, очень приятная на ощупь. И внутри качественные материалы. Подберем твой размер. Стопроцентная шерсть. Проходите на картоночку, раздевайтесь. Чистые женщины. Не их. Подбираем ваш размер, ваш фасон. Короче говоря, когда похолодает, будет самое то. Сейчас, наверное, жарковато. Но заходите в автобус, допустим, 13-й там ездит у меня около дома. Ну, так называемый 13-й автобус. Заходишь, там холодно. Там даже двери не открываются, потому что надо нажать кнопку. Настолько там холодно. Кондиционер, чтобы работал лучше. Там очень холодно. Взяли вот так вот. Пока жарко, несете в руке. Как только зашли в автобус, холодно. Накинули. Не продуло. И все сразу видят, что вы уважаемый человек. Является ли Магнус уважаемый человек? Он является уважаемым, но вряд ли он человек. Так он, получается, идет на мид против Розора? Думаю, что Марс идет. У них, понимаешь, у тебя Лавстиллер, Марс и носорог. Хотя, в любом случае, кто-то идет против Розора. Кому не очень кайфово идти против Розора. При этом, у тебя три героя. Уважаемый человек. Каждый человек хочет стоять против Тимбера, поэтому я на экстремум. Да нет, тут 100% на экстремум по драфту. 100%? 99%. Как экстремум. Я так уже сегодня говорил, что по драфту они не должны выиграть, но по игре посмотрим. И они по игре реально сильно залили. Так что вы тоже сами. Вчера они играли против Na'Vi, но Na'Vi просто... Что такое экстремум? Экстремум? Это максимум или минимум функции. Вот сейчас и узнаем, максимум или минимум. Экстремум, аналитики за максимум. Что наши друзья из Лиги Ставок? 2.24 на Немигу. То есть тоже здесь получается максимум на экстремум. 1.58. Главное теперь им не сыграть в минимум свой и закрыть первую карту для начала, потому что все-таки это нижняя сетка. А мы отправляемся к комментаторам. Кристалл и Морталис будут комментировать эту катку. Я только одного не понял, как можно зайти в этот автобус, если там двери не открываются. Ладно, добрый день, дорогие друзья. Ну что ж, экстремум вчера вторую карту очень достойную провели и против Na'Vi. Реально достойную. У них там что-то получалось. Они ввели до определенного момента. Потом, конечно, слабость драфта, наверное, в поздней стадии игры сказалась. Но здесь они должны быть фаворитом. И, наверное, в своей лучшей форме должны Немигу обыгрывать. Немига ничего сверхъестественного вчера тоже не показала. Но выиграли просто, наверное, слабейшую команду турнира. Ничего такого. Да, это правда. Но мы прекрасно понимаем то, что это встречи верхнего дивизиона с нижним дивизионом. Да, и коллективы сейчас с верхнего дивизиона подропались вниз. Поэтому мы сегодня половину дня будем смотреть именно подобные встречи, в которых есть определенный уровень дисбаланса. И понятно, что есть разный уровень тира. Хотя тот же самый Depressed говорил о том, что все команды в СНГ сейчас играют на совершенно одинаковом уровне. С чем я, наверное, в корне не согласен. Возможно, примерно в определенном объеме тир-полтора, тир-два, наверное, все и правда играют одинаково. А вот тир-один уровень все-таки серьезнейшим образом отличается от, условно говоря, коллективов уровня Немиги и подобного. Опять же, без каких-либо обидок и всего остального мы прекрасно понимаем, что есть, правда, другой уровень. Ну и драфт. Вот ребята у нас сказали, что экстремум драфт нравится побольше. Мне интересно там, кто на кого сел. Флейн Магнус все-таки или Медовый Магнус. Это в корне меняет дело, потому что Медовый Магнус против Разора, если не ошибаюсь, просто стоит хорошо. Потому что ты сразу же бросаешь копье, разрываешь дистанцию, да, и, соответственно, ты остаешься с большим количеством урона, у тебя Разор весь его не забирает. Я такой матч обидел несколько раз, для Марса это, по-моему, нормально, да. Магнус в теории тоже ведь может уехать и тоже, по сути, ничего там страшного нет. Единственное, что Разор по игре, наверное, очень хорош против того же Лайфстилера, но, опять же, как часто он до него будет добираться и так далее, насколько хорошо этот тимбер отстоит. Контроля, по-моему, экстремного мало, его совсем нет, там только Леон, там Enchantress, ну, это слабенько, то есть один Леон, который... Зато линии сильные просто, и красочные тоже самые Enchi, там, в принципе, нечего проигрывать, да, то есть нету линий, на которой ты потенциально можешь получить себе проблемы серьезные, или с которой ты хочешь очень быстро уходить в лес, или на которую ты хочешь свапать, или еще что-то в этом роде. В целом, вот просто суперспокойные линии, из-под них они будут наращивать, соответственно, превосходство дальше уже по макроигре, будет намного проще, потому что у всех будет NetWars, у всех будет Expo. И, в целом, я не вижу здесь просто какой-то центрально образующей проблемы, которая может возникнуть в экстремном по игре, не считая, возможно, попадание под FullRP какое-нибудь, глубинное, знаешь, попадание. Вот, да, пожалуй, от Magnus будет очень многое зависеть. Вчера у нас уже были яркие Magnus, и вообще сейчас была статистика, что Magnus на квалах пока вообще не проигрывает. Но у нас два региона идет параллельно, и три из трех Magnus победили. Наверное, это говорит о том, что, ну, просто герой сам по себе очень хороший, на Majore он появлялся. Самое главное, что герой универсальный, который может чуть ли не на любую позицию пойти. Это мы его в СНГ, наверное, видим только в миде и в оффлейне, но в Европе, например, могут играть Magnus пятеркой. В Китае с удовольствием берут Magnus на керри. Там LGD реально могут на любую позицию его поставить. Это будет в любом случае хорошо. Так что, ну, просто классный персонаж. Наконец-то мы про него вспомнили. Ну, во-первых, да, он просто симпатичный. Во-вторых, я помню, смотрел Джотма во время Majora, его стримы, и мне понравилась его мысль о том, что, с одной стороны, герой довольно крут в мидгейме, и ты хочешь с ним драться. С другой стороны, он еще и ставит противника на таймер сверху, потому что почти всегда, почти любой герой с Empower'ом будет сильнее, чем твой керри без Empower'а. Вот, и поэтому он, как бы, такой довольно сложный оппонент. Ты довольно часто не понимаешь, когда конкретно в твой пик силы против него. Ну, и, соответственно, на линии ему тоже довольно лайтово, потому что тема с автобусом, да, не раскрыта, потому что дверь не раскрыта. Ну, вопрос продолжить. Ну, да. Вот, дверь не раскрыли. Так, ну и что у нас тут получается? Ну, и я, честно говоря, довольно-таки давно не видел Найкса под бафом Empower'а. Обычно мы все-таки смотрим на героев, которые намного лучше скейлиться с Empower'ом. Это всякие сларки вместе с фантомками, там, джиггернауты и так далее, которые в дефолте могут собирать себе там бф или очень хорошо скейлиться от Empower'а. Что касается Найкса, довольно хороший вариант, может быть, но я просто реально давно не видел. Посмотрим, как это будет на деле. Очень много я заметил на этом турнире прям фрагов, знаешь, ФБ именно до крипов, до первой минуты. Частенько это происходит, может быть, и здесь что-то такое видим. Ну, наверное, Экстремум просто это будет посложнее сделать, опять же, из-за малого количества контроля. Вообще это может сказаться рано или поздно. У них и так беда может быть против того же Магнуса, да, против Лайвстиллера. И там, если реально где-то ли он умирает первым, а это возможно вполне. Магнус вполне до него добирается, увозит и так далее. Вчера вот Resolution отличного просто Магнуса показал на третьей карте. Блестяще сыграл. Так, ну все-таки есть какая-то стычка. Здесь просто прогоняют близь, забирают роны и поделили их команды по итогу. Да, пойдут распределяться просто по линиям, все окей у них будет. На топе, очевидно, суперсильный лайнап. Мы привыкли видеть с Джиггернаутом любое замедление, будь то ЦМ, будь то Иньча, не суть важна. Здесь крайне важно, опять же, у Иньчи заблочить спот очевиднейшим образом, для того, чтобы она не забирала крипов. Причем можно что телом заблочить, что вардами. И, конечно же, Магнус на этой линии будет сложновато, да. То есть у него, конечно же, есть кивер. Кто-то, кстати, интересный вард. Ты это видел? И что он дает? Хороший вопрос. Ну, это понятно, да. Какого-то крипа? А, типа, чтобы крипа... Понял, понял. Не-не, в смысле, что типа, чтобы знать, какой крип где появился, видимо. Ну, то есть подозрение только на это. Ну, круто, круто, спасибо нашим апсам, что обратили наше внимание. Я году доверяю. Кот вчера классно отыгрывал на дискаптере. И вообще, эта работа его с вардами вчера позволяла на второй карте до определенного момента катать команду Na'Vi. Сколько раз он там начинал, да, на этого инвокера нападать. И просто грамотный вижен позволял им очень долго держаться на плаву. Но я бы сказал, что Брагин вообще лучший в составе. Абсолютно точно. Причем не только в этом составе, но и во всех предыдущих экстремовских составах. Именно поэтому он является тем самым человеком, который не меняется, да, при всех свапах и всех заменах. Жалко то, что у него пока не получается там, да, возрастить какой-то по-настоящему сильный коллектив. Или, может быть, войти в пятерку с кем-нибудь еще. Вот, может быть, взяли бы его, условно говоря, там, ну, не знаю, в Na'Vi или еще куда-нибудь все заработало бы. По-другому, потому что мне кажется, что многие недооценивают его талант. Игры именно на пятерке, да. То есть, понятное дело, что с мидом там все было круто, но это было миллион лет назад. Но у человека осталось очень крутое понимание доты. По макро передвижениям это просто прекрасно видно. И потому что он делает, я не знаю, может быть, я просто слепой и ничего-то не понимаю. Или молодежь просто не обращает на него внимания. Ну, вот это вполне вероятно. То есть, такой же ветеран, да, так скажем, которого уже, возможно, многие-то молодые игроки не считают потенциально сильным тиммейтом. Это нормально. Ну, очень возрастных игроков, которые сейчас на вершине, их все-таки не очень много. А Гот тоже реально ветеран. Из, кстати, неудобства Ласпика Магнуса сейчас для магнотавра придется... Точнее, ему придется немножко больше потеть вокруг того, чтобы кидать импауры. Потому что есть диспл, постоянный причем, с довольно маленьким кулдауном в инчи. Ну, я не говорю про линию. На линии это просто неудобно, потому что у тебя монопул довольно маленький, потому что ты силовик. И когда у тебя дисплит, соответственно, импауэр, это печально. Но мы понимаем, что сейчас на линиях модно не максить импауэры, а работать больше через сплы. Ну, в смысле, через активные сплы. Вот. Но по игре мы понимаем, да, что в самый нужный и самый сложный момент Тенча может реально таким образом зарешать по поводу количества дэмэджа, сняв просто импауэр скоро. Интересно, что именно Crystal Maiden отправляется в оффлейн. Да, она просто еда здесь. С одной стороны да, с другой стороны потенциально линия Crystal Maiden Magnus вполне может убивать. Он сам, мне кажется, не знает, куда идти уже просто. То есть ты вроде на Т2, вроде с одной стороны далеко от лайн и далеко одновременно от базы. А ресурсов мало осталось. Ну, у Magnus здесь тяжело, конечно. Очень важно, чтобы ЦМка здесь стакала. И анши, соответственно, большой кэмп. Она может это делать за счет того, что у нее есть Crystal Nova, которая, правда, стоит дофигища, но ничего страшного. Вот, но таким образом это даст возможность, соответственно, получить Magnus все то, что он недополучил на лайне. Вот, но на боте чил максимального уровня, потому что на Айкса здесь особо выгнать невозможно. То же самое касается и консервной банки. Это, наверное, самое главное, чтобы Timber получил хороший старт. Эта линия вообще никак его не напрягает. Он должен здесь спокойно крипов добивать, получит там третий, пятый левел, и можно его спокойно оставлять. А вот если Леон какой-то начнет двигаться, то это потенциально фраги на любой линии. Можно и в центре под этот контроль как-то на Марса напасть, и он не сможет быстро уйти из-под стати клинка, даст весь дэмэдж, либо на топ перетянуться, да, из Джиггернаута там и Магнуса уже можно убивать, и Crystal Maiden особенно. Это замечательный геймплей у них тут. Я просто обожаю доту. Раньше это было про скилл, теперь партия просто бегают от крипов. Да, ну а что касается, кстати, варда, которую мы, который апсы заметили у нас в начале игры, пока, я так понимаю, инча ничего вкусного для себя не нашла, и левела, видимо, не хватает пока что. Там Цэм как раз дабл стакает, все делает хорошо. При этом всем Чоузен Ван еще и бодиблочит большой кэмп для того, чтобы инча не забрала себе крипа. Но в целом, как мы видим, давления никакого на нефрита не будет, он свой лайн точно выигрывает. На боте, соответственно, у тимбера топнет вот еще топовый ласхит, в принципе, на карте. Ну и на миде будет все 50 на 50. Итого мы понимаем, что Экстрема Морлигейм 100% хороший и получше, чем у их оппонентов. Чоузен Ван использует скилл, чтобы уйти. Ну это, пожалуй, все, на что он сейчас способен. Реально, крипов не добирает, у него худший крип стат из корт персонажей. И чем дальше, тем сложнее ему будет простоять, так как Джиггернаут просто банально быстрее левел поднимает. Хотел рассказать, они пошли убили. Он потратил же крутилку, чтобы отзонить Чоузен Вана. Соответственно, у него не было крутилки, соответственно, ему дали первый и первый. Он фуловый был, не знаю, неужели так легко хватило дэмэджа. Ну прикольно. Цемка дает очень много. Если она сейчас раскачалась без ауры, она раскачалась без ауры, я так понимаю, да? Она первый, второй пошла. Ну вот, да, первый, второй. Плюс у тебя от Чоузена там довольно много дэмэджа влетает. Скеллинг у этого Магнуса довольно хороший по дэмэджу. Семья на месте? Не, ну если они в том же темпе продолжат, то можно действительно и Магнусу здесь выйти. Ну если небольшим, то таким хорошим, который просто уйдет и заберет те стаки, и все у него будет нормально. Ну вообще вот это дает Семка здорового человека наконец-то. Потому что у нас много было рассуждений на том, что у Семки первый и второй дают чуть ли не самый большой импакт вообще в количестве дэмэджа в early game. Но при этом всем у нас все еще есть адепты раскачки ауры. Так, Чуваш. Ему походу будет здесь больновато, но не настолько сильно. Или настолько сильно, не очень понятно, если контролишь дополнительный. Потому что у Киритыча нет никакого особо замедления, не читая пассивки. Арбу он не купил. А если ты арбу не покупаешь, соответственно, на лайне вот подобные ганги особо не работают. Точнее ганги убийства. Да, и там когда было нападение на Леона, он даже не попытался после рейджа развернуться, как-то застанет лайфстилера. В итоге сейчас подошел, потратил ману, а станом не попал. Ну ладно, здесь линия достаточно такая пассивная. Здесь очень мало будет экшена, мне кажется. Изредка будут какие-то фраги происходить. Вот это уже коэффициенты от лиги ставок на карту. Конкретно 1.49 на экстремум и 2.45 на Немигу. Наверное, все по делу. Опять же, учитывая статус команд. Но смотришь early game и видишь, что ни разу вообще ни мига нигде ни на одной из линий не проседает. Все у них хорошо. ФБ за ними. Все классно. Да, да. Ну вот после убийства нефрита все реально стало намного-намного лучше. Кроме этого еще и ганг отряд вышел на близи. Айнкрат стянулся вместе с ультимейтом. Реализация довольно простая должна быть. А есть дэмэдж еще-то? Найкс вообще решил в них? Ну, я понял. Ну ладно, ничего страшного. Потеряли время у мидера. Просто попытались загонгать консервную банку. Она не умерла, потому что опять же пассивка. Че узнал, ладно, отойдет здесь. Ну и для мидера экстремум. Все просто идеально. Он постоял на фрифарме. Почилил, попушил немножко вышечку. И сделал чуваш, интересно. Интересно. Это типа какой-то ганг, в котором он еще и спалился через то, что ударил по куре. Да нет, сейчас спокойно уйдет. Может он специально это делал для того, чтобы забавить противника на Девардинг? Я не знаю. Айнкрат? Ну знают, что нет арены, поэтому нападают. Сейчас Айнкрат может погибнуть. Да, есть фраг. Может быть разорг каким-то образом пострадает. По всему должен ходить. Есть там боттл, есть капли. И наложил выживет. Вообще потенциал для убийства не то чтобы какой-то огромный, да, в экстремум. То есть какие-то единичные фраги можно делать. Сам тимфайт послабее у них, пожалуй, смотрится, пока там два кора персонажа не наберут свои слоты. Каких-то комбинаций сумасшедших, страшных нет. У Немиги в этом плане все попроще. Но, возможно, в плане исполнения у Немиги все это сложнее. Я не ошибаюсь. Джиггернаут купился кольцо БФ-ное. Ага. У нас реально БФ-ный Джаггер. Странная тема. Ладно, пошел у нас рассказ по Инчандрос. Но это, на самом деле, довольно легкий фраг. Просто мне удивительно смотреть на подобные вещи по поводу Джиггернаута, я имею в виду. Потому что ты понимаешь, что выйти далеко не факт, что ты сможешь выиграть Марст и Найкс вместе с Магнусом. Может быть, это не так страшно, конечно, но все же довольно неприятно. У тебя в команде банка консервная, которая обожает, чтобы ее коры выходили в активную игру уже на 20-й минуте. Потому что это пик силы Тимбера. Ну там 25-я, условно говоря. И если твои коры фармят, и если у твоих коров нет артефактов на то, чтобы пушить и убивать, то потом впоследствии Тимбер может превратиться в просто кусок, который не особо будет эффективен в сравнении особенно с Магнусом. Ну да, то есть у Тимбера может наступить момент, когда он будет один боеспособен, один готов будет драться, а вся остальная команда просто поддерживать его не сможет. И саппорт не то чтобы самый удобный для того, чтобы помогать. Пау, 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 пау. Господи, как же это было медленно. В конце концов, да, Магнус умер. Он не слэш в него в паяре. Там ЦМ подходит, но не хватит здесь двух саппортов, чтобы с Джиггернаутом разобраться. Ну хорошо, возможно считает Джиггернаут, что нужно как-то держать фарм, достойный относительно лайфстиллера под Эмпауэром. Это единственная протония, на самом деле, которая может здесь присутствовать. Пошел хекс, но дэмэджа не хватает, чтобы убить Кириточа. Но это оправдание, оно только, значит, на бумаге работает. С точки зрения просто макро, что розетка, что тимбер будут намного сильнее, если... Ну, в смысле, в мидгейме, чем их оппонент в том случае, если Джиггернаут пошел бы условный майл, который дал бы ему и возможность нормально фармить и одновременно с этим быть активным. Но, опять же, это личное дело Джиггернаута. Ему... Ну, не мне же квалификации на International проигрывать. Не мне. Не ему. Вот. Тем временем Мэнчадрес у нас погибает. Ну, или выигрывать. Я уже не знаю, как там все обернется для экстрема. Ну, для начала нужно пройти, наконец-то, хотя бы одного соперника, да. И вот команда послабее, это то, что нужно сейчас, чтобы разогнаться по нижней сетке. Потому что смотришь на состав сейчас нижней сетки, понимаешь, что экстремам очень тяжело будет. Видишь там этих Эмпайр, которые очень легко винстрайк закрывают 2-0 без шансов. Понимаешь, что там уже есть Гамбит, а ведь еще упадет сегодня пара команд в нижнюю сетку. Путь, конечно, колоссальный нужно проходить. И будет непросто. Папка добивает крипа здесь, но, опять же, есть ли какой-то общий геймплан, есть ли какой-то потенциал. Обычно мы с тобой привыкли, да, видеть какого-нибудь, словно говоря, баншу. И ты такой, ну, понятно, значит, к восьмой минуте будут стараться там к десятой, к второй каретке пушить тавер на миде. Там видишь ДК, то же самое, видишь еще что-то. Здесь какого-то обозначающего геймплана нет. В принципе, просто все понимают прекрасно то, что надо продолжать фармить. Вроде напали на ДВ-шку. Владин пришел, тоже помочь хочет, но, по-моему, здесь он просто еда. Очень-очень тонкие персонажи, точнее, два саппорта у Немиги, которых Близзи будет просто максимально кайфовать. Чоузен Ван, тем временем, принимается вообще за фарм в чужом лесу. Что бы и нет. Ну и от Магнуса мы так и не увидели РП, он даже его не качал. Парни, это не мое дело сейчас. Помогать команде это неинтересно. Он даже ни разу импавер на киритча не кинул, чтобы вы понимали, настолько он строяточен в своем фарме. И при этом все мы видим то, что он купил артефакт скорее на самого себя. Да, то есть мы привыкли, что Магнус Тавры сейчас играет через Блинк, потом Ферстаф и какой-нибудь БКБ, возможно, берется. Здесь, в очередь, он пошел чисто через Худ, Ферст флотом, без РП и только-только добирается до Блинка. И, причем, довольно долго это будет происходить. Мало того, он еще и с Арканами. Арканы берут только в том случае обычно, если тебе необходимо спамить на линии. Но тут никакой необходимости спамить на линии не существует. Поэтому, честно говоря, я теряюсь в догадках, зачем он эти Арканы купил и что еще происходит. Вообще, из-за такого драфта экстремом, ну, вот, как будто планы на игру, кроме как выфармить и всех победить, никакого нет. Потому что, ну, тимфайты отсутствуют, какой-то ганг потенциал тоже минимальный. Из-за этого мы видим только шесть фрагов за почти 12 минут. Совсем мало команды дерутся, да. И вот все, что мы видим, это когда приходит Марс, ставит арену. Делает одно убийство и все. И снова разошлись, снова идем фармить. Вот Инкрат снова пошел ставить куда-то арену. Ну, снизу есть цели. И, возможно, снова подставится. Год уже в третий раз подряд. Так вот в Соленуи просто эту катку старается выиграть сейчас. Да. Он понимает, что у него инча, да, герой, который очень крут в вирли-гейме и очень крут в супер лейте. Поэтому, если затянут, то, в целом, может быть, на своих просто руках вытащит. Так, Инкрат. Экстремом это устраивает, если будет подставляться только год, если он будет там регулярно погибать. Ну, вот, хорошо, есть копье. Есть литимейт СМ и хорошо убили. Ну, опять перетяг. Да, но сколько времени потеряли, да. И смог, и времени. То есть они фул в время смока простояли на боте. Тем временем контратака. Чуваша вместе с Меложулом. И надо добить просто. Надо добить Сэмку. Сэмку Стерла вообще не заметили. Вот и потратили, конечно, на ультимейт Чуваша. Но самое главное то, что заработали палец. Нет, хорошо. И вот по такой игре понимаешь, для чего нужен Battle Fury. Действительно, драг очень мало, а Lifestyle уже отрывается. Пока там нет БФ, приходится отставать, да. Так, чтобы ты понимал, он отрывается при том, что ему дали первый Empower за всю игру. Угу. То есть, типа, 12 минут чел ходил вообще без него. Там, тем временем, у нас нападение на близи. Ой, ну наконец-таки РП худали даже за 12 минут. Завоз дальше поглубже. И мы понимаем, что Тимбера точно разбирают. Ну и, возможно, стоит даже попробовать запрессировать мидл-вышку. БФ, кстати, куплен. Достаточно быстро. Несмотря на то, что погибал Джиггернау на ФБ. Нормальный тайминг. И все, можно не уступать. Очевидно, что Магнус там не будет вечно хвостиком бегать за Lifestyle. Значит, периодически будет без Empower фармить. Ну, а значит, у Нефрита есть все шансы оторвать. Это ты расскажи Коллапсу. Я просто вспоминаю этот обзор игры Коллапса на... Я не помню, Мажоре, не Мажоре. По-моему, на Мажоре, да. И то, как долго, точнее, как много он давал Empower. Он, типа, держал своего тиммейта без Empower что-то порядка, там, 10% игры. Коллапс, в принципе, уникальный оффлейнер нынче для... Ну, по меркам СНГ, как минимум, да. Он безумно выделяется, мне кажется, относительно всех остальных. Человек умудряется каким-то образом на любом герое постоянно держать отличный NetWars. Вне зависимости от ситуации на карте. И быть всегда полезным. Там еще и билды постоянно направили. Ну, кстати, пожалуйста, рейнджи не хватает. Ужас. Вот оно отсутствие контроля. Есть только Леон и все. Если он не добирается, надо ему, кстати, Blink как можно быстрее покупать. Хоть что-то, да. А Blink у него относительно там скоро появится. Конечно, не самый быстрый на этом турнире. Кто-то вчера вынес на 13-й минуте, что ли, Blink. Или на 12-й даже. Ну, будем честны, по игре у Леона все было не то чтобы прям великолепно, да. То есть у него не было возможности убивать на боссе. У него не было возможности особо там где-то ассистировать, получать голду за фраги. А фарм ему никто не дает, потому что все фармят, да. То есть в какой-то момент, может быть, кто-то может отвлечься там, дать тебе какую-то возможность поспитфушить еще что-то в том роде. Но сейчас все просто фармят, и поэтому у него нет пространства особо. Это печально. Ну, Леон должен попросить, очевидно, да. Чуваш должен сказать своим тиммейтам, чтобы они отдали мутов. Он вот сейчас там и пытается вытащить себе Blink Dagger. Дота выйдет вообще сегодня погулять. 15-ая минута, друзья, 5-4 счета. И у меня есть серьезное ощущение, что никто ничем заниматься не собирается. А так и есть. Игра, мне кажется, закончится после одного, максимум двух больших тимфайтов. Бывает так, что команда месяца нон-стоп, с первых минут вообще Dota нынче не проется, судя по всему. Да нет, просто хвала к International на втором дивизионе, давай скажем так. Все там побаиваются, да. Наверное, эти команды где-то в глубине души понимают, что у них шансов все равно очень мало пройти эти квалификации. О, хочется максимально показать себя. Да, имеется шанс дойти максимально далеко. Возможно, это своеобразная реклама себя перед межсезоньем, где наверняка будут какие-то перестановки в большинстве СНГ составов, и там уже будут высматривать лучших. И хочется быть лучшим, естественно. Это чуть ли не последний старт, где себя можно проявить. Ну что ж, поехали. У нас есть МОК, у нас есть РП, и у нас есть на боте кто? Джиггернаут. Да, это окей. Без Магнуса бесполезно на него нападать. Так, они с Магнусом. Магнусом. Поставить на ворды, например. Что было бы очень даже полезно. Для того, чтобы впоследствии еще и зайти на тир-1 вышку на боте. И тогда уже полностью законтролить треугольник. Смог ответный. От Экстремум. Очень интересно. Это типа внезапный смог под названием. То есть точно не ждет, что противник пойдет с мертвым Джиггернаутом. Но у них есть инфа о том, что арена в наличии. Да, но нет РП. Да и ладно. Там арены на таком этапе игры, мне кажется, хватит. А вот хватит ли там урона у Экстремума, чтобы с двумя героями... Ну вот СНГ ТВшку они с легкостью стирают, да. А вот что дальше делать по поводу Найкса, это вопрос. Не подставляется команда Немига, они просто разбежались. Они тоже никуда не торопятся. У них на самом деле и в Лейтита тоже перспективы отличные. Еще один смог. Боже, что они делают? Еще один байт наблизи или что это такое? Не знаю, он так прямо из-под смока вышел. Он явно не ожидал, что вообще смог будет нажать. Коммуникации почему-то не было никакой. Либо не договорились. Инкратно. Он нападает. Вот он, кстати, блин. У Леона он появился и сразу же его реализация. Да, арена ставится. Однако... Посмертно ведь? Да. Ну и стрим. Окей, время подпушить ботом. В таком случае, раз все сюда перетянулись, заодно аванпост можно будет потом забрать. Скензета давайте расфармливаться Магнусу Найксу. Лейтгейм, возможно, будет не из самых приятных. Из минусов, конечно, что экстремум практически отсутствует какой-то tower damage. То есть они могут просто долго стоять за счет варда, да, где-то отбиваться. Тимбров танкует вышку. Крип максимум какой-то подойдет. Но это все равно не то. И Рошан дэмэдж, по сути, такой же. То есть они будут бить его медленно, они его убьют 100%. Чантри затанкует. Но это просто будет долго и не мига. Десять раз успеет, не знаю, умереть, возродиться, вернуться и дать бой за него. Чуваш. Очередная хорошая инициация от него. И минус Ладайн. Несчастный. Чоузен Ван понимает, что, в принципе, можно все равно инициировать бит Семки. В целом драка тоже может пройти хорошо. РПшечку попылался дать, отменил. РП все-таки у нас в Разора. На Разор успел прожить БКБ. При этом все мы видим тоже дэмэдж никакого вообще не приехало под этот РП. Поддержки никакой абсолютно нет. Они просто все далеко находились. И тот факт, что он отменил РП, он позволил Разору... Ну, он, понятное дело, не доставал, наверное, через РП в первый раз. Но он позволил Разору на всякий случай нажать БКБ. И, соответственно, если бы даже было какое-то продолжение, руками бы его, скорее всего, не пробили. Все-таки основной дэмэдж сейчас именно магический у команды Немига. И сразу же попытка этим воспользоваться. Отсутствие РП, отсутствие героя. Заход на Рошана. Филинвард стоит. Днифрит начинает бить. Ну, так это все равно был просто байт на БКБ. И Рошана. И РП. Ну, то есть, по факту, все в порядке. Все нажал, все нормально. Ну, тут еще момент, да, в том, что если бы БКБшка не нажалась, еще и Скювером бы подвелось, возможно, к своим тиммейтам. И таким образом хоть какой-то шанс был бы убить Миложулу. Не получилось. БКБ, чем Регис, появляется у нас на Джиггернауте. И игра становится немножко более грустной для Немиги. И ощущение, конечно, от их темпа у меня просто нулевое. А когда вот такой вязкий темп, на самом деле, да, там счет 6-7, ну, ты не имеешь права предпринимать подобных вылазок в Сталину, типа, влетая в Миложулу, условно говоря, тратя один из самых больших ультимейтов и так далее. Это слишком дорого стоит просто. Вот одна небольшая такая ошибка, да, и сразу же соперник забирает Рошана. В следующий раз вышка упадет. На топе, например, ребята собираются, судя по всему, разобраться с товарами потихоньку. Чем будет активная игра, было бы немножко не так, да, то есть оно не выглядело бы так, во-первых. Во-вторых, противник бы не смог бы воспользоваться подобным настолько легко, потому что темп совершенно другой, потому что постоянно Рубилова и так далее, у них бы, скорее всего, тоже где-то кто-нибудь там погибал бы на другой части карты. А тут, при вот этом вот, совершенно клейком геймплее, честно говоря, вот если мне никто не скажет, что это будет три карты, и если они будут по 50, я скажу, нет, пожалуйста, не это. Не, на самом деле, даже если они будут по 25, но настолько они насыщены, из-за того события все равно будет, ну, с точки зрения зрелищности, конечно, так себе. И прекрасно понятно, что парни, правда, очень серьезно трехардят, и это связано, ну, и вот эта вот довольно спокойная игра именно связана с тем, что никто не хочет рисковать. Но мы понимаем, потому что сильные команды как раз-таки на то и сильные, что они предпринимают именно сами действия, да, именно сами держат инициативу в руках. Здесь команды просто боятся ее проявить, что одна, что другая. И Немига застакалась в треугольнике у своего оппонента. Пытается там немножко еще подпушивать у нас Найкс. Тир-2 вышечку. Ну, экстремум под... Я даже не знаю. Тут это смог, который на что направлен? На то, чтобы снова дать хекс на какой-то соло-таргет. Здесь попробовать его взорвать. Видят они ДВ-шку. РП-шечка в пустоту, потому что под Юл. А Юл кто нажал? Там на себя Разор? Надо улетать отсюда. Лайфстиллер. Он вроде как успевает. Кристалл Мейден. Не успевает. Это Тильт, чел. Ты знаешь, что сейчас произошло? ДВ-шка Юл нажала на Разора по ДВ-шку. Да, это было не Разора, его великолепное исполнение, а ДВ-шка. О-о-о! Не, ну это уже... Это Тильт. Просто две РП чистого вообще кальция. Ну вот из-за того, что у экстремум все равно нет опций к тому, чтобы быстро сносить товара, это все практически не сказывается. Ну, преимущество никак не растет. Глобально карта не захватывается. Ну, это просто фраг ради фрага. Смотри, сейчас будет глобальный захват Чоузенвана. За это пока не сильно наказывают. Рошана нет, соответственно, делать нечего. У-у-у-у-у-у-у, попытка... А, у него нет АТП, в смысле, оно КД 35 секунд, поэтому это будет долгая погоня, друзья. Или не будет? Не будет. А че так? Они реально подумают, что это правда? Потому что он на блинг там кулдаун плюс-минус в одно время со Скьюером, и тяжело бы было Леон догнать. Плюс там тоже есть блинг, просто у Магнуса больше эскейпа. Ты посмотри-ка, Айнкрат, хочешь все-таки принести своей команде победу через арену, потому что с РП не получается, поэтому можно, в принципе, и без РП действовать, да? Там плевать, есть КД, нет КД. Последние два момента показали, что это не так важно. Не, ну парни, ну это... Че это было? Это инфеста была. А-а-а. А, мне показалось, он сначала залез, сразу вылез. Не-не-не, он довольно долго сидел, и вот я точно так же себя ощущаю. Я себя ощущаю Найксом, сидящим в тимбере, который стоит и смотрит на крипов. И вылазишь такой, что-нибудь произошло там наконец-то? Да-да-да, нет. Ну ладно, сейчас КД пройдет, опять залезу. Дабл дэмэдж. Может быть, это заставит кого-нибудь подраться хоть за что-нибудь, и его забирает у нас импер, при этом всем его пытаются здесь на хорни покатать. На хорни покатали. И Магнуса убивают снова. Ладно, минус Леон хотя бы от Киридыча. Если он не слэш и не Фрита, можно как-то в Тиридзу попробовать. А контроля нет, можно бежать пешком, там все равно Леон умер, а его не доходят. Да, вообще ничего не важно. Ну до Эбисол Блэйда, конечно, будет грустно. Но при этом всем мы понимаем, что Эбисол сейчас реально один из худших артефактов в нынешней мете. И вот наверняка будут сэти аппы перед интернешнлом, я вообще не сомневаюсь в этом. Вот, ну и приходится, видите, выходить в скаде господину Джиггернауту, потому что у меня сейчас какой-то контроль в команде. Так, пошли кусь-куськи. А чё куськи такие сильные от Киридыча? Мегвард сразу же сломал. Ну потому что там дезолятор есть. О том, что это даже без импауэра, чтобы вы понимали. Меложул понимает, что не хочется нажимать БКБ, можно поставить в стане, ничего страшного. Вокруг растут цветы, всё хорошо. Ежевика распустилась и никакой драки у нас, конечно же, не будет. Как тебе такое? Коэффициенты от лиги ставок следующие. 1.74 на экстремном, 1.98 на Немигу. А то, что драк нет, ну я уже привык за 25 минут. Да, серьезно, я нет, я всё ещё в восторге. Адаптируйся. Тебе ещё смотреть минимум одну. Нет, спасибо, я не хочу привыкать к такому. Майнкрад, Майнкрад. Ты же в России живёшь, надо привыкать, терпеть. Подожди, подожди, не Фрид, не Фрид, взрыв лица просто. Это хорошо было. Консервные банки. Не, ну это такое, ну это прям печально. Пойдёт, пойдёт. Или? Не-не-не, я Немиг шикарно сыграл, он наконец-таки, наверное, первая среди там трёх подряд инициатив, которые они сделали хорошо, сыграв. Так, Чоузен Ван можно на хорне покатать. Оооо, куда ты поехал-то? А, это РП-шка прямиком в розетку. Окей, не так плохо возможно, но какой-то дэмэдж под этот РП-то будет. Почему-то каждый раз он совершенно вне позиции находит имя Чоузен Ван со своими РП-шками, близким временем пытается уйти, и у него не получится это сделать. И Милажул, мне кажется, переоценил свои силы. Без Джиггернаута драться здесь вообще ни в коем случае не стоит, даже если ты насосался урона. Ну, без Джиггернаута, в принципе, принимать бой – такая себе идея. Да, они там, конечно, Марса убили, но этого слишком мало. Сейчас Марс уже не похож там на какого-то суперважного героя, и всё, что он делает, по сути, просто ставит арены в драки, и вся угроза исходит от Лайфстиллера в первую очередь, от Магнуса тоже, наверное. Всё-таки Магнус обладает способностью пробивать Блокинг Вар, и его потерять гораздо страшнее. Там до РП или РП он неправильно как-то скастует. Лайфстиллер оторвался от Джаггера за счёт этих фрагов и смерти самого Джиггернаута. Не то, чтобы сильно был заметен Рейзер, ну да, он высасывает дэмэдж, но не всегда это делает, например, у Лайфстиллера. Тут вообще другие цели можно даже не рассматривать. Даже задача не себе дэмэдж забрать и лишить его именно Лайфстиллера, потому что, ну, ты тоже на Рейзере, наверное, не главный дэмэдж-дилер, как дополнительная помощь Джиггернауту. Но надо ещё фармить, слишком мало слотов. Второй Рошан обязательно нужен, то есть... Да надо фармить определённо, типа драться нет никакого смысла. Если ты ещё подерёшься, а ещё и выиграешь файт, возможно, из-за этого игра закончится, но нет. Ну, просто так непривычно видеть такую аккуратную, да, осторожную доту с Разором и с Тимбером. Обычно эти герои лезут. Ну, ты посмотри, как те же ЕГЭ там, да? Айсэйсайс и Артизи на Разоре и поехали вперёд. Всё, они там же Т3 ломают в этот момент. Я бы понял, если бы у нас там на харде находился какой-нибудь новичок, но это Белизия, это агрессивнейший игрок, который реально очень часто берёт на себя инициативу. Ну, видишь, из-за того, что он сейчас Тимберсо, и это не Акс, это не ещё кто-нибудь с большим количеством контроля, он просто не может повести свою команду вперёд. Не может просто сказать, вот, пацаны, суперизичная инициатива, все дела. Тут просто за все станы отвечает только Чуваш. Если он умирает в начале драки, на этом, в принципе, для Экстрема всё заканчивается. Близия, очень-очень больно его, там начинают пробивать. Тем временем же Гернаут снова поставляется. Ну, как же так, РПшечка сверху, но всё это в крутилке. Можно успеть дать ему не слэша или нет? Нет, не удаётся отдать ему не слэша, хотя на Акс всё-таки погибает. Меложил вместе с Тимбером пытается пробить ещё и Чаузенвана. И Гот, господи Иисусе, Гот! Пришёл, пришёл Брагин, заролял в соло, я об этом говорил. Это вот типа чел просто говорит, всё, я в соло, тут у меня анчо, я там в лытья, вы сами понимаете. Это ещё не лайт, но на 27-й минуте Гот в соло выигрывает драку. Ну ладно, может быть, он нанёс его тысячу дэмэджа, да, но вы сами видели. Я очень хотел посмотреть повтор этого момента по причине того, что почему так долго шил Джиггернаут? Они реально долго его били. То ли лайт, или его не... Он сделал противокудать до РПхи. Допустим. А почему руками так слабенько били? Потому что высотный дэмэдж. А, было, да. Сейчас вот Eraser придёт, начнёт статик линг делать. Смотри. Сразу. Статик линг. Всё, 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 всё. Всё это время, соответственно, минус дэмэдж. Магнус там практически не наносит. Уверен, кстати, что ещё Dispel был от года. На сто процентов. Да. И... А, и Вард. Вард стоял всё это время. Вард стоял всё это время. Джиггернаута просто физически не пробивали. Они вообще не видели его, да? Они забыли про Вард, не увидели его, не знаю. Но там такая куча юнитов, да, вокруг. И он как будто его прям... Ну даже мы его не увидели с самого начала, да. Он изначально его так поставил. Чтобы неудобно было его ломать. Ну, молодцы, разрулили экстремум. И всё это было без Джиггернаута. Он не слэш, представим гипотетически, будь там, да, и не миг как бы рассыпалось там ещё быстрее. На самом деле стоит, конечно, Магнусу очень сильно фокусироваться внутри файта. Не только на РП, но ещё в том, чтобы... В смысле, снова бафать своих коров. Потому что их реально Dispel. И от этого мы видим только что не хватило дэмэжа, чтобы настолько быстро убить Джиггернаута, насколько это хотелось бы сделать. Ну и как будто не хватает просто этой простейшей комбинации, когда Магнус влетает и увозит одного героя, которого отдельно от его тиммейтов убивают. Потому что всё это, в основном, происходит по близости со всей вражеской командой. И там, лайфстиллер иногда даже пытается вбежать в эту драку пешком. Получается так, что, ну, экстрему, ладно, просто РП получил один их герой, но его никто не увёз, он остался на месте. И они готовы принимать бой таким образом. Вот кого-то увезти, как изолюшн чародел. Он постоянно работал с этим шардом. Ну, пока этого нет. Пять тысяч за экстремум. Рошан появится очень скоро. И все ультимейты, всё абсолютно есть у обеих команд. Ну, там ультарквилу, ладно, это скоро достаточно. Под смоком сейчас у нас двигаются экстремум. И год идёт первым. Говорит, парни, сейчас дам замедло. Не знаю, на что это повлияет, правда. РП также у нас откатилась у Немиги. Они также под смоком пытаются играть. У нас полностью поменялись местами коллективы. Ну, хотя бы какое-то преимущество. У нас, по-моему, не было больше одной тысячи преимуществ у коллективов за все эти 29 минут. Теперь у нас, вижу, пять тысяч нетворса. Можно снова к экономике вернуться, потому что драки, походу, не будет вообще никогда, потому что коллективы просто не могут друг друга найти на карте. Такое ощущение, что дота переселилась на футбольное поле. И слишком большое пространство, поэтому все разминулись. Так, Рошан появился, есть информацию экстремум об этом. Там крип стоит Рошпитя. Пусть побил Т3, конечно, как бы его не наказали, на самом деле, прямо сейчас. Помни слэшка. В принципе, не так плохо, на самом деле, потрачено очень-очень много данных. Но ничего страшного, это, на самом деле, всё это время отступления. Поэтому крутой Мни слэш, конечно, с одной стороны, с другой стороны не хватает контроля. И вот он Чуваш, вот он контроли. Еще и палец сверху у паладина, но там 1700 КП у ЦМки. Я не знаю, где она столько-то нашла, но нашла. Ну, мне кажется, отсутствие РП гораздо сильнее, можно сказать, чем отсутствие Мни слэша. И, судя по всему экстремуму, тоже такой расклад устраивает. И они просто заходят и начинают рахнуть. Очень важно законтролить Чуваша. Очень важно убить его в самом начале драки. Очень важно именно в него влететь. И они именно в него влетают, потому что Чуваш единственный, кто стоит вне Рошпита. Это изи катка, всё на этом. Позиция у него, конечно, была. Максимальная мемная, да, я согласен. Мне тоже понравилось. И есть байбэк, но нет. У него даже есть аванпост, но у него нет, видимо, ТП для того, чтобы прийти на него. Или, возможно, это просто опасно, поэтому он идёт пешком. При этом всём, Рошан продолжает падать. Энкрат врутает внутрь, можно здесь работать. Правда, арены нету, но у ультимейт от ЦМки довольно много заменений. Энкрат забирает Аегис. Красиво. Но вопрос в том, потеряет ли он его прямо мгновенно прямо сейчас. Но что он не слышит? Всё ещё нет. Нефрид пытается уйти. Чуваш пришёл, конечно, пытается помочь, но это не получается. Ещё и на Года прилетели. Ну, прилетела бомба, на самом деле. Но это не суть важно. Ну, убьют Года и убьют Года. Это не такая большая потеря на плане Земля. Это всё-таки пост-5. Они ещё вот так долго это делают. Это просто жесть. Никто не бьёт силами. Это какая-то... Ладно, убили. Слава. Хочешь что-то? Ну, минусовый момент для экстремум, очевидно. Этот Аегис, который забрал себе... Что, Марш же, да, забрал? Марс, по-моему, забрал. Да. Причём, что хочется вот после этой драки с Годом выделить, да, ты говоришь о том, что магического дэмажа нету, и я реально вижу то, что... Дело-то не в том, что нет магического дэмажа, а в том, что когда ты пикаешь себе вот этих трёх бурщевиков здоровых, да, у тебя силовой Магнус, силовой Найкс, силовой Марс, это герои, которые дополняют этот геймплей под названием «Мы терпим», и мы, если даже ошибаемся, то есть второй шанс, потому что внутри файта, когда у тебя такой жирный персонаж что-то неправильно делает, он всё равно имеет всегда шансы развернуться и ещё подраться. Вот, мне кажется, это дополняет вот эту философию, которую мы сейчас видим на вот это успокоение игр, да, в которой нету инициативы, в которой никто не хочет драться, в которой очень страшно. И вот эти герои — это очень страшно. Когда ты хочешь быть резким, жёстким и, соответственно, активным, ты берешь магов. Ну, лил в качей. На все трекор, ну, в смысле, не на все трекор позиции, но хотя бы на одну из них. А здесь все трекор позиции чисто силовики, которых очень-очень долго пробивать. Миложул. Байтит здесь на себя с макеет экстремом. Ну, никак не пугает команду экстрема наличие Aegis у Марс. Они понимают, что на лайфстиллере Aegis это в разы страшнее. И готовы, если что, подраться. Как тебе, кстати, фиолетовый блинк на Марсе. Потому что мне кажется, слишком рано. То есть, по КБ — фиолетовый блинк. Ну, вообще мог, да, что-то придумать еще. Ну, возможно, для того, чтобы просто джиггернаут вообще не успевал реагировать на то, что ты закидываешь ему. Типа не успел нажимать первый спелл. Так, пошел у нас второй от Миложула. Хорошо. После силдэмэджа, но мы понимаем то, что это не та сет, которую он хочет. Энкрат влетает все-таки в ответ. Ну и вот зачем тебе этот блинк крутой? КДшки, наверное, спелов, может быть. Я не знаю. Я не понимаю. Бараки-то теряют экстрем, а нимига просто отступает. И что дальше? Серьезно, у вас Aegis, парни? Не терапия, подожди. Ладно, да, я что, я не знаю. Ну, ладно, халдимся, халдимся. Ну, там еще и ботом, видишь, крипы подпушили. Сейчас бы еще снесли бы вышку. Тем временем у нас 1.98 на Немигу, 1.74 на экстремум от Лиги Ставок. Да, ничего не поменялось. Вот, но важно-то другое. Важно не то, что меняется. Важно то, что у нас в игре не меняется отсутствие инициативы и желания играть в эту доту. Ну, или просто страх. Делать что-то более смелое, да? Сами мыть и в атаку. Пару раз вышли Немига. Мы помним, чем это заканчивалось. Потерянными магнусами, потерянными кулдаунами. Но в такой ситуации наоборот, да, хочется как-то призвать их к активным действиям, пока Aegis еще есть. Но подожди, теперь знаешь, это уже лейт, поэтому любая ошибка будет стоить тебе дороже. Может быть одной целой стороны. Да вот сейчас не знаю, на самом деле. Если вы нападаете на чужой базе, ну или близко к чужой базе, то не факт, что успеют до вашей дойти. Т2 еще стоят. Рошан, они тут ничем рисковать. Но ты можешь проверять файт, потому что у противника байбеки и он дерется на своей половине поля, соответственно он быстро сконнектится с файтом после байбека. Там тем временем Хекс у нас пошел, пытается зафокусить Марса. Может быть не жалеть на него ресурсов? Да, добили. Все-таки хорошо. И он не слэш пошел вместе с рпшечкой сверху. При этом все меложил под лотусом. Пытается бороться до самого конца. Высосил очень много дэмэджа из Кириточа. Но не выйдет отсюда. Да, не выйдет. Очень крутая арена от Энкрада прямо на самую последнюю секундочку БКБ. И 80 секунд в таверне для розетки. Неприятно. Очевидно. Кроме этого Чаузенвана все-таки запилили, но у него уже не было рп. Поэтому это не такая страшная потеря. Кириточ пытается драться с Книфритом дальше. При этом все, по-моему, в Лизе можно добить. Можно ли его добить? Последние тычки. Надо кто-нибудь добить его. Никто добить не может. Лайпстиллер далековато. Здесь расстреливают Энкрада. Вот чего они боятся. Они боятся того, что встанет Готт на хайграунде и просто расстреляют. И все. Гот машина. Посмотри на его закуп. У него очень много. Но он получил очень много файта на топе. И вот теперь у него вместо 1000 дэмэджа уже 3000. Это, конечно, не сравнится с джиггернаутом, но все-таки это саппорт. Обратите, кстати, внимание, насколько у нас бедные оффлейнеры. Все-таки бывают зачастую игры, где 2 керри отрываются, 2 мидера чуть позади, ну и оффлейнеры. А здесь оба оффлейнера на одной позиции практически с четверками. У них вообще не было игры, особенно у тимбера. Магнус хотя бы какими-то выходами пытался что-то делать, пытался искать фраги вместе с командой. Не все получалось, но были попытки, а у тимбера вообще нет игры. То есть по такой игре, когда команда зажимается и играет вторым номером, на тимбере очень неприятно действовать. Вместо тимбера, я не знаю, тейтхантер какой-нибудь условно лучше смотрится. Просто потому, что он хотя бы может нормальную кнопку нажать и на что-то повлиять в тимфайте. Тимбер уже на таком этапе, ну не угроза для лайфстиллера. Ты смотришь на закуп лайфстиллера и понимаешь, что он сожрет этого тимбера. Так, вот, у него нападение здесь. Ну вот это единственный спелл, который хоть как-то эффективно пробивает энчантрас среди всего пика у Немиги. Но как же ее бьют, боже мой, как же это было долго. Танц-18 тем временем на топе, находят еще и близ. Неужели три фида подряд от экстремал? Честно говоря, не хочется в это верить. А все потрачено уже. Не, ну Марс с этим блинком на втором слоте, это что-то новое. Для меня, возможно, опять же, нужна консультация профессиональных марсианинов на том, насколько это выгодно. Потому что все-таки Аркейн Блинк стоит очень много. Опа! Какая РПХ! Ну это блинкаут, друзья, от Меложула. Это профессионализм. Множество лет игры, тысячи часов блинкаутов. Это Меложул, знакомьтесь. Я прямо вижу, как они общаются в дискорде. Пацаны, я прыгну. Ага, верим. Прыгает. 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 Не, ну вообще, слушай, это единственный человек, который... Ну ладно, у нас есть Чуваш и Чоузен Ван. Для меня это два героя. Они реально пытаются драки делать. Инициировать что-то. Остальные просто идут за ними. Спелл Призма, тем временем, появляется у Экстремома. Это очень крутой артефакт. То же самое касается и Ментавра у Немиги. Но Спелл Призма, будем честны, наверное, топовый артефакт среди всех нейтралок. В принципе, даже несмотря на то, что его поднерфили. Ну, конечно, не считая Фликера. Фликер слишком хорош. Бабочка у Джекернаута. В общем, чтоб ты понимал, насколько хорош Фликер. Именно этот артефакт зарешал в последней драке шоу-матча Бустер против Рухаба. Спас жизнь Ласту, когда у него было там миллион натворства. И на финальной драке в него влили все. И там было буквально 20 хп, но он нажал Фликер. Не смотрел, но одобряю. Правильно. Короче, Фликер это сильно. Вот что я понял после шоу-матча с Бустером. Так, почти 25 левел там у Лайфстилера. Скоро его получат и заходят ребята на хайграунд. Вообще, одну линию снесли, на второй сломали Т3. Потихонечку, помаленечку. Во-первых, карта длится уже 40 минут внезапно. И у нас нет даже 40 фрагов. Почему внезапно? Я же об этом говорил, что у нас будет 3 по 50. Минимум. Ну, когда 10-я была минута к этому моменту, там аж 15-я. Я уже почувствовал, что эта игра, она просто идет, понимаешь? Тут нет никакого движения. Она просто сама по себе идет. Время тоже идет. А никто на карте не двигается. Смог, причем вот по смокам, если взять, да? Если взять статистику просто по смокам. Они же правда жмутся постоянно. Все смоки абсолютно в игре использованы. Жалко, что они не использованы во благо драки. Они как-то неуклюже нажимают. 102 одновременно нажимают. Посмотри на это. Ты видел это? Что было? Только что смок был спален нейтральной шмоткой, которая молнии вокруг себя дает. По крепу. То есть чилой пришли играть квалификации. Сейчас только что. Я напоминаю, квалификации. У них контракты. С командой экстремом. Они пришли играть квал и кенту. Куда? Смотри, Энкрад в позиции. Он готовится куда-то прыгать. Он пока не придумал, куда прыгнуть. Но зато банку потом потеряли. Нашли Близзи. Близзи. Это Близзи настал их. Их еще арена. Куда? Так. РП по-прежнему есть. РП не дадут просто поражать. Убивают Магнуса. Он сразу же выкупается. Успеет ли он в драку вернуться. Параллельно погибает ли он. Дальше пошел Энкрад. Удалось там как-то зафиксировать Меложула и Нефрита. Но урона по ним даже близко не хватает. Потому что их не бьет Керитич. А вот его очень даже бьют. Он сам там без дэмэджа. У него весь дэмэдж высосан. Кристалл Мейден. Может погибнуть во второй раз. Пытается уйти через Форстаф. И как-то все живы, да? Знаешь, какой артефакт ей выдали нейтральный? Минотавр Хорн. Для чего? Чтобы ультимейд нажимать? А как еще? Да, да. Как еще? Ну вот у нас три байбека. А как будто ничего не произошло. Ну и нормально. 4000 перефарма пошло-поехало. Ну дэмэдж конечно сумасшедшая джаггернаута. Я посмотрел реплей и не очень понял момента с Марсом. Потому что он дал дабл стан. Не знаю, так шарта работает возможно? Или нет? Это он был? Это он был? Да, это шарта. Окей, все, тогда вопросов нет. Потому что я просто не видел фатар. Я просто видел, что они оба в контроле, но возможно тут другой там чем-то зафиксировал. Но нет. Там красиво реально, да. Он кинул на двоих. И опять дэмэджа нет. И опять нет дэмэджа. Кстати, неплохой Рошан в том плане, что как минимум команде Немига рефрешер бы очень подошел. Вот когда первое РП дается в пол, и второе точно выдержит. Я тебе скажу то, что Розору и джаггернауту рефрешеры просто шикарные в драках. Да понятно, что шикарные. Я к тому, что научился. Так, пошел Энград. То, что нужно. Поблизи пошел максимальный фокус. О, смело жул. Есть РПшечка. А что у Зинвана? Все-таки добьют. Близи. Есть пайбэк сверху. А ринг ставится на неприд. Плевать у него есть крутилка. У него вот чего нету, это омни слэша. А без омни слэша дэмэдж очень сложно впивать. Особенно, если взять то, что здесь под лотосом бегает Киритыч. Киритыч, причем, вообще не собирается ни с кем драться. Ему плевать на все. Он просто ходит и, наконец-таки, получает на себя статик линг и понимает то, что стоит просто отойти. Какая жесть. Что происходит? Почему? Что с Киритычем? Что случилось вообще? Ну, опять, посмотри, минус 113. Неприятно. Да, но я имею ввиду, что с ним не сразу же это произошло. Ладно, не суть важно. Байбэк от Марса теперь уже. Сколько байбэков у Немиги потрачено? Три, да? Три точно, да. Четыре. Четыре байбэка потрачено у Немиги. Никто у них не выкупался, это Найкс. Поэтому уже 8 тысяч перефарма от Экстремума. Они даже не особо кого-то там прям убивают, вофармивают и так далее. Просто противнику выкупается таким образом, понижая свой нетворс. Ну и пока позитонг, конечно… Нет, у Дарквилла тоже есть байбэк. Три. Три у него заюзано. Так что нормально. Еще есть кому драться. Отстой. 8 тысяч за Экстремум. Они заходят в Рошпит и… Ну, нет РП, нет РП, нет драки. Ну, в смысле? Если арену нажмите хотя бы ее? Ну, пытаться надо, иначе просто тяжелее будет. РПшки. Снимается Ленка тем временем с Киритыча. Влетает Энкрат. Прожимает БКБ. Прожимает арену. Неплохо. Неприд. Неприд все-таки забирает Айгис. Это самое главное. Тем временем Киритыч, по-моему, стилит. Да, он стилит сыр, во-первых, но это ему не помогает. По-моему, у него просто проходится он не слэш. Во-вторых, он, по-моему, состилил еще и рефрешер. Что тоже позитивно для следующих драк. Глот не отпускает ДВшку. Он отправляется в таверну. Драк, конечно, на максималочках. Возможно, ты был прав. Без РП здесь нечего делать. Ну, им очень тяжело все-таки полностью контрят Лайфстиллера, да. Именно Разорова полностью контрит. Он выключает его. Он не дает ему сильно бить. И никакой Эмпауэр там не помогает. Просто очень мало дэмэджа. А Марс Медовый с такой сборкой не помогает ему никак абсолютно. Я просто смотрю на это. И Магнус тоже с такой же сборкой, да. Что это сатаники? Покажи мне просто. Я понимаю то, что, конечно... Не, я видел сатаники, но это было без грыжного блинка. Да, но в том, что ты собираешь дэмэдж, чтобы потом собрать сатаник, чтобы потом этот сатаник тебя сильно хилил, потому что у тебя много дэмэджа. Ну, ладно. Пофиг, как он работает для тебя конкретно. Он все равно будет хорошо хилить. Очевидно. Особенно со второго спыла. Но! Но! У тебя нет дэмэджа, ты не помогаешь своей команде по дамаге. У тебя мейнкор просто постоянно выстрел по дамаге. Он от хима его контрит, да. А ты не становишься дэмэдж-дилером. Ты скорее такой утилити-персонаж, который как помогает. Который собирает сатаник на утилитарном. Ну, типа, серьезно? Та, которая будет по 6-7 тысяч. Это все вместе, да, не смотрится абсолютно. Вот хочется видеть, я не знаю, какой-то дезолятор на... Как раз Марсе, да, чтобы лайфстилеру освободить слот, и чтобы он что-то другое себе купил. Но этот дезолятор на Марсе позволяет тебе много... Кираз, пожалуйста, что угодно. Или оба предмета в комбинации, да. Просто блинк БКБ. Но это мы уже часто говорим, потому что мы это видим, да. Но они почему-то придумали сыграть вот таким образом. Они сделали ставку полностью на вот два ультимейта РП плюс арена. И лайфстилер якобы должен всех убить. Так, а рефрешилер дали Чаузона, да? Герой, который бьет цело-таргет, и он за РП всех-то просто не убьет. Потому что с дисплея там какой-нибудь пауэр и так далее. Чаузона, дали рефреш? Вот вопрос. Он сам... Так, погоди. Покажи, пожалуйста, нажмите на Чаузона или на Наикса. Надо узнать, у кого... Они подобрали, да? Да, они... Киритич забрал рефрешер. И где-то он должен быть. А, его использовали, я понял. Я этот... Понял, понял. Сразу же нажали еще внутри тимфайта. Обидно. Потому что с рефрешером был бы шанс у нас вот перевернуть это 20000-ое превосходство экстремум. Но, к сожалению, это не так. Чуваш под смоком. Попытка найти здесь... Какие-то фраги. Близи. Танкуют. Получает на себя арену. Получает на себя копье. Но мы понимаем, что Чуваш тут как тут. Сразу же контроль. Все ультимейты. Все выдано чисто Вайнкрада. Тут под БКБшкой пытается уйти. Получает на себя умни слэш. Ну вот зачем его убивать? Зачем его вообще пытаться убить, если он ничего не делает по файту? Ну да ладно. Зафокус так зафокусили. В конце концов Марс отойдет. Чаузен Ван пытается свалить через Кьювер. Это не очень получается. И Киритич один остается. У тебя команда разбежалась. Кто куда, во все стороны. Ну зато у тебя Марс с блинком Аркейном. Ну это что? Это было заниматься. Ты это видел? Так. Ну тут герои остаются без байбеков. И возможно команда Немига вот-вот... Да. Просто нажать Гага уже. Нечего уже делать. Тяжело. Ну я бы на месте Найкса написал Гага ровно в тот момент, когда я бы увидел, что Айнкрат собрал блинк на Аркейновой. Но это просто рофл какой-то мемный. Я говорю, может быть я просто чего-то не понимаю. Нужна консультация. Но пока это выглядит как просто. Нам что для этого надо? Чтобы они выиграли и мы спросили? Ну не-не. О том, что можно спросить и Близзи в чем проблема. Ну потому что действительно это выглядит довольно странно. Вся ставка только на одного героя, которого здесь закрывают. Экстремторы своего плана придерживались. Они понимали, ну выформят победят. Выформили. И даже не обязательно было Близзи там весь мидгейм разрывать. Он по сути и не разрывал. Никто тут не разрывал ничего вообще. У него посредственный КДА просто обычный, да? Средничковый. И гудгейм, да. Команда Экстрема подтверждает статус фаворита на первой карте. Побеждает. Где-то было, наверное, не очень убедительно. Но они просто понимали, что в лейте они банально будут сильнее. Наверняка эту карту до победы доведут. Просто скорее вопрос о том, да? Ты выходишь на квалы к инту. Ты весь год к этому готовился. Ты весь год, ну полгода катал DPC. Ты подписан организацией. Ты не выкладываешь шмотку, которая дает молнии при смоках. И палишься таким образом. А это по факту да. То есть если сейчас Немига, например, это простила, потому что она просто слабее. То любой среднестатистический уровень экстремового коллектива такое не прощает. Это просто, особенно в лейте. Но, ладно, ничего страшного. Когда-нибудь мы будем выкладывать нейтральные шмотки. Ну, ладно. Я думаю, Немига сделает какие-то выводы. Они сами, наверное, поймут, что пошло не так. Экстремы ведь тоже идеально не играли. Смоки прожимаются там одновременно практически. Ладно, ребят, разбирайтесь. Подумаешь, не выложил шмотку. Только такая незначительная. Ну, не выложил и не выложил. Можно подумать, что в этом всем, в феерии всего, что происходило, эта невыложенная шмотка так уж сильно зарешала. Нет, конечно, в мелочах. Да, в мелочах. Из них именно появится победа. Старые вертспро. Вообще их не брали, чтобы не париться. Вот. Отличный способ, например. Как вариант. Ну, игра, конечно, была, да, такая... На фоне первой серии, где оба коллектива что-то старались именно делать, то есть играть номером один. Здесь реально такая полная зачилка, вот как будто бы этот... Как будто затупился нож в мясорубке, и ты крутишь этот бесконечный фарш внутри. А нож не крутится? Да, и он не крутится. С мяса не фаршится. Не вылезает наружу никак. И я даже удивился, когда игра закончилась немного. Я думаю, дальше поиграю. То есть сижу такой, спокойно уже досматриваюсь после минуты, и уже вижу ГГ, и вообще не хочется вставать, типа куда-то идти, потому что мне кажется, что они... Ну типа это феер ГГ сейчас продолжат просто играть, потому что по факту ничего не поменялось, и можно было пробовать воевать дальше. Фактически всю игру мы наблюдали как погоня за лайфстиллером, который садится в Магнус, а Магнус дает РП, чтобы убежать, и все. А потом Леон дает подкоп Хекс, Стан, Уртимейт, фуловую инчу, и все уходят. Вообще очень странно. Сэмк, кстати. Да, да. Все правильно, потому что в любом случае это очень странная игра, именно в плане вот того, первое просто что случилось с Чу, потому что количество подкопов просто в молоко в землю в никуда, оно зашкаливает. Как сказал Crystal Mate, чувак. Ну я бы сказал, неважно. Кто-то сказал, что это чувак. Чувак. А ты разве не Crystal Mate? Я никак не могу запомнить. К счастью, нет. Иначе бы можно было тут настоять. Джаггер на Марсе, ну какой-то Новый Год. Вот это одна из вот этих бесконечных драк очень вязких. Я просто, знаешь, иногда вот сидишь и думаешь, надо как-то там аналитику построить. То есть, вот посмотрел игру и думаешь, так, ну вот здесь была ключевая ошибка, и надо как-то правильно подвести. То есть, надо сказать, что вот из-за того, что было вот так, 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 вот это случилось. Здесь первые полчаса они просто месились. То есть, они ни за что. За батоны, грубо говоря. 10-11. Типа, да. То есть, они типа что-то делают. То есть, куча драк же была. Самое забавное, Немига в атаке находились вот на протяжении всех 30 минут, а в итоге потом... Ну, потом, да. Приграют. Ну, это вообще странно. Должно быть-то наоборот. Почему они в атаке находятся? Вот есть у экстремум линия Тимбер плюс Леон, которая должна хорошо стоять, как минимум. Тимбер должен хорошо стоять. Есть линия Разор против Марса по итогу. Там вот Митяй сказал, что Марс у них наверняка в мид пойдет. Ну да, наверное, Марс лучше, чем Магнус, потому что Марс, по крайней мере, может копьем откинуть этого Разора, если он, кстати, к линкам привязывается. Но все равно обыграть Разора ты не можешь. То есть вот у тебя уже два лайна, которые хорошо стоят. Ну и Джаггер Инча. Инча, мне кажется, это один из лучших саппортов на линии в принципе. Варлок. Варлок? Ой. Ну, короче, Инча очень сильный саппорт на линии. Давай так построим нашу аналитику. И как бы у Джаггера тоже должно было бы быть все нормально. И вот на базе вот этого вот всего вы бежите, у вас есть Разор, который всасывается в найкс, а найкс ничего не делает, урона не наносит. Джаггернаут, который гипотетически не должен бояться Марса, ловила у Ицэмки, потому что у него есть фьюри. Как так выходит, что вот 36 минута, а здесь вот это вот бесконечное перетягивание каната то в одну, то в другую сторону. И никак экстремом не может... Почему ни мига не могут закончить игру, я могу понять. Но почему экстремом не могут перехватить инициативу, мне кажется странным, что что-то в начале они сделали не так явно. Ну, слушай, потому что есть хороший пример. Это команда ЕГЭ, которая примерно так и драфтит. То есть у них каждый играет Артезий Разор, каждый играет АССССР, Тимбер, если отдают. И ты смотришь, насколько они активно играют. То есть ты на 25 минут здесь сидишь на своей базе, просто потому что понимаешь, что они уже пороги обивают пять минут. То есть на 15 они подошли сама все снаружи. Из-за того, что опять же сильные линии, они знают, что здесь делать. В экстремом как раз таки проблема с тем, что вот стояли линии, условно хорошо себя чувствуем. Что делать? Вот на этом моменте они сыпятся, потому что нет понимания. И потом начинаются эти вот файты, где у тебя жмется 8 мультимейтов из 8 возможных, ради того, чтобы умер один Саврд в лучшем случае. Посмотри, опять драка на стороне Дайер. Опять вот они, опять в атаке, опять они мига в атаке. Как они проиграли эту игру? Тут они уже, кстати, проигрывали 3000. Здесь мы видим на 42 минуте они летят 7000. Да, но только все равно дерутся на вражеской половине. То есть они атакуют. Ну они просто линии, может, сильнее пушат. В этом как бы дело. У экстремом саппорта, который линии не пушит вообще, а у немига саппорты пушат. Это очень сильно, кстати, решает, потому что вот сила от пуша лайнов, она очень крепко на саппортах завязана, чтобы не обязательно... Ну, грубо говоря, вот стоит у тебя какой-нибудь мидер, да, вот есть у тебя мидер. Он сместился с мида, чтобы поиграть, допустим, в топе, там, пощемить вражеского кэри, как-то выгнать его на тройку. А у него в команде бот пушится жестко, но ему не хочется улетать на бот, ну я говорю за сторону Рейдин, ему не хочется улетать на бот, чтобы отпушивать это. Если есть саппорт, который придет, это спокойно, например, отпушит и сам пофармит. Ему это делать необязательно. И вот у Немиги, грубо говоря, есть Виллоу и ЦМ, они линии легко отпушят, поэтому ты как бы чаще дерешься на вражеской половине карты. Ну, при равной игре, естественно. Опять же, не забывая про м-пауэр, что у тебя оба кэри герои, опять же, то есть фишка... Почему Марс? Типа в мид, потому что Марс с драйной линией имеет больше шмоток, и потенциально может выйти в какого-то кэри Марса, и как раз таки тоже им пауэр будет отлично работать, то есть еще в этом плане, возможно, обусловлено тем, что и он мид пошел, не то, что у них вот именно попроще с отпушем, потому что у тебя два героя без БФ, но как бы с БФом. Ну да. И вот затрагивая тему Мэлшторма, что как они все-таки Немига постоянно на вражеской территории дерутся и проиграют, это, кстати, вопрос хороший, потому что, в моем понимании, в лейте у них драфт лучше. Они вот, ну, в начале, вот как бы на такой минуте им должно быть попроще при равных нетворцах, если, ну, тут как бы 28 тысяч преимуществ, вернемся там на 10 минут назад, когда они проигрывали только 3. У них есть сильный ластиллер, есть РП Магнус, есть хорошие вот именно способности для тимфайта, чтобы, ну, например, поставить арену за арену, убить там Инчу Леона. И уже нормально, понимаешь, и уже нормально. А у ребят из экстрема, у них нет таких, они могут там ворваться как-то за подкоп Хекс Леона, попытаться героя забрать. Ну, вот, но тут вроде как есть чем ответить, есть чем подефать. Можно террорайз какой-то кинуть из кустов, там, можно РП, там, арену. Ну, короче, как-то вот у Немиги на такой минуте лучше, но, тем не менее, они проигрывают, а у экстрема лучше в начале, но, тем не менее, они тоже проиграют. Я знаю, ты сказал самое важное, собственно, в своем текущем спище, почему они одни верли, вторые проиграли. Потому что необходимо ворваться и убить этого самого Инчу и Леона. Это самое простое всегда, что ты можешь сделать. Вот, но для того, чтобы это сделать, тебе нужно, во-первых, их видеть. Ну, неплохо было бы. А для этого надо поставить на вражескую Ваннивард, потому что вы там постоянно воюете. То есть это первая сложная проблема. Вторая, это то, что вот ты их, допустим, видел. Вот условный Марс может там прыгнуть, вот потенциально дойти. В нем там может сидеть лайфстиллер. Окей. А стейлинг героем как быть? То есть у них еще проблема с тем, что кто-то добирается, кто-то не добирается. То есть есть логистика. Если он стоит далеко от вы, стоите еще дальше. То есть как его убить. И получается, что это как минимум выход трейд с саппорта на саппорта, что для вас уже не очень хорошо, когда вы атакуете первыми. То есть было бы здорово, знаешь, типа иметь какой-то там хекс, стан, ворваться и вот начать файт. У тебя в Дарквиллу нет контроля моментального. И Сэмко нет контроля моментального, который мешает им что-то глобальное дело. То есть нет сайланса, нет стана, нет чего-то такого хорошего. И получается разорс БКБ неуязвим, Джаггернаус крутилка неуязвим, и ты вот этими героями просто не можешь начать файт. Приходится это делать как каким-то другим героям, у тебя опять же с этим большие проблемы есть. То есть вот я считаю, что все-таки три миличника, которые у нас появились, это не тот был выход, который был нужен. Все-таки чем больше смотрю с НК квалификации, чем больше понимаешь, что это самый слабый регион в мире, тем больше хочу сказать, ну просто возьмите любой контроль БКБ, это реально вам сильно упростит жизнь вот в кучу моментов. Магнус? Магнус есть контроль БКБ, но опять же для этого, он не должен его тратить, для того, чтобы он мог ему дать нужный момент времени. Когда Джаггернаус крутился? Для того, чтобы у тебя был РП, и тебе не нужно его тратить. Ну типа того, да. То есть, а у тебя, про то, что это твой единственный зацеп получается. То есть, если Марс там, условно, не попал, вот они там в топ заходили, он врывается в Разора Марс, а эта арена копья не попала. Разор вышел из арены. Вообще драться не можешь. Момент, где Лавстилера цепляли, он лез с Магнуса, Магнус покатился, дал РП. Ты не можешь драться, все. То есть, у тебя единственный спел это твой win condition. Если он у тебя есть, потенциально что-то может получиться. Если у тебя его нет, то, ну, мы видим, что даже год вас расстреливает. То, чем мы видим, да, опять же, годов. Взял себе Holy Locket. Heal Amplification поднял. Стоит его лайфстилер. Профильный герой, можно сказать, против инчи вообще не проедает. Не говоря уже про остальных. Учитывая, сколько у него было предметов. То есть, когда ты не можешь убить саппорта на 27 тысяч закупа лайфстилера, ну, наверное, где-то что-то пошло не так. Ну, вот такая вот у нас получилась первая катка. Оказались сильнее ребятки из экстрему. Я вспомнил их. Довольно-таки вязкая игра получилась. Но, в общем-то, наверное, другой и не ожидалось. Мы идем на небольшую паузу и вернемся ко второй карте. Взял. Взял. Взял.